Добрый вечер, мы на территории свободы, прямой эфир на телеканале 3S TV. Сегодня Верховная Рада утвердила новый состав кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом. Также Рада избрала Андрея Порубия спикером парламента, а первым вице-спикером Ирину Геращенко. Также Верховная Рада утвердила с третьей попытки программу деятельности нового правительства, предоставив ему таким образом иммунитет на год. Мы подготовили небольшой эпиграф к нашей программе. Мой уряд и я имели честь и ответственность служить нашей стране, нашей великой стране и нашему сильному народу, который борется и победит. Я хотел бы поблагодарить своим соратникам из Народного фронта, союзникам, которые формировали коалицию депутатских фракций «Европейский выбор». Блок Петра Порошенко, самопомощь, радикальна партія и Батьківщина. За то, что мы сделали нашу страну сильнейшую. Я хотел бы поблагодарить своим оппонентам и врагам. За то, что вы сделали сильнейшим меня. Я хочу зазначити, что мы спольно сделали много для нашей страны и нашего народа. Но нам нужно двигаться вперед. Я прошу принимать мою отставку, а вперед нас ждут большие дела и большие завершения. Дякую. Я вам покажу, что такое управление государства. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Игорь Гусь, народный депутат Народный фронт. Добрый вечер. Иван Винник, народный депутат Блок Петра Порошенко. Доброго вечера. Светлана Залищук, народный депутат Блок Петра Порошенко. Добрый вечер. Елена Сотник, народный депутат Объединения Самопомощь. Добрый вечер. И Игорь Масичук, народный депутат Радикальная партия Олега Ляшко. Мы следим за судьбой Надежды Савченко. Именно поэтому мы ждем включения с ее адвокатом Николаем Полозовым в течение нашей программы. Своим первым решением сегодня депутаты одновременно приняли отставку премьер-министра Арсения Яценюка, назначили премьером Владимира Гройсмана и отменили принятое 16 февраля решение о признании неудовлетворительной работы кабинета министров Арсения Яценюка. Вот что после голосования с трибуны Верховной Рады сказал лидер радикальной партии Олег Ляшко. Президія очень скромная, чтобы голосовать результаты голосования за признание Гройсмана премьер-министром, я для всей страны голосую эти результаты голосования. Фракция блоку Петра Порошенко – 131, Народный фронт – 75. Разом на двоих 206 депутатов. Это и есть настоящая коалиция. Все другие, кто голосовал, это воля народу, это отроджение, это колечные члены партии регионов, которые сегодня сформованы в олигархичные группы. Ну вот блок Петра Порошенко и Народный фронт не смогли обеспечить 226 голосов. И за пакетное голосование, и по кандидатуре премьер-министра, и за отставку правительства, и по его программе. Во всех трех случаях также с коалицией голосовали депутатские группы «Воля народа», также «Ведроджиня» и внефракционные депутаты. Вот у меня вопрос к гостям. За отставку проголосовали 25 депутатов, которые поддержали диктаторские законы 16 января 2014 года. Из них 17 из «Ведроджиня» и 8 из «Воля народа». А из коалиции всего 206. Получается, что коалиция «Блок Петра Порошенко» и Народный фронт не может принимать решение без голосов «Воля народа» и «Ведроджиня». Да, пожалуйста. Давайте начнем с того, что сегодня мы могли иметь два сценарии. Первый сценарий – это Народный фронт и «Блок Петра Порошенко» ни про что не договорятся. Фактически, коалиции нет и мы идем все на перевиборы, потому что уряд Яценюка добыв бы до того периода, пока новый парламент не выбрал бы новый уряд. Это был первый сценарий, над которым, как я считаю, работали ряд политических сил в парламенте и поза парламентом, которые хотят этого сценария. Это не секрет, кто это. Это «Опозиционный блок», это «Батьковщина», которые открыто про это говорят. Из поза парламентских сил – это, наверное, команда Михаила Саакашвили, «Свобода», возможно, кто-то другой. И второй сценарий – это двум политическим силам смогли, так бы, створить коалицию, выбрать уряд, что случилось, за любых обстоятельств. Давайте разберемся, почему в коалиции фактически уже 227 депутатов и проголосовали 206. Очень просто. Вот есть Светлана, так? Вона член коалиции. Я сама за себя скажу. Я позволю так же сказать не только за Светлану, а за других коллег ее. Вот Мустафана Йем, Сергей Лещенко. Они члены коалиции, они с ней не вышли. Но они сегодня заняли певную позицию в этом моменте, не голосовывая за уряд Володимира Гройсмана, представника блоку Петра Порошенко, фракции, до которой они належат. Но я надеюсь, что эти депутаты и много других, потому что в нашей фракции также несколько человек не проголосовали, будут голосовать за что? За принциповые законы, которые нужны украинской государства. Вот и все. То есть это главный меседж. Другой момент. Так действительно проголосовали 11 депутатов из прозафракционных и депутатов из Воли народа и из Водроджения. Я особо не знаю, кто-то ввел с ними переговоры или нет, это можно только сегодня гадать, а может кто-то имеет такую информацию. Но у нас сотни законов, это для украинских граждан, принимаются, в частности, голосами этих политических сил, этих депутатов. Почему? Потому что что я сделаю, если у меня из Волинской области трое депутатов были выбраны и вступили в группу «Волю народу». Они выбраны волинянами. Я могу не поддерживать их выбор, но это народные депутаты. Поэтому я никогда не поверну голову и смотрю, как голосует Водроджение. Так сталося, что за сбегом обставин сегодня они проголосовали. А опозиционный блок, Батьковщина, Радикальная партия и Самопомощь голосовали спольно, не голосовали, вернее, не поддерживали сегодня уряд, так? И вернее, действие коалиции. За такой логикой мы можем сказать, вот, смотрите, БПП и Народный фронт спольно голосовали с Водроджением и Волею народу. Ага, ширко. Натом, я могу сказать, что у нас сформировалась широкая опозиция в составе опозиционного блоку, самопомощи, радикалов, Батьковщины. Нехай мне заперечить, если это не так, что у нас нет широкой опозиции, окей, тогда у нас нет широкой коалиции. И остальное, что я хочу сказать. Я могу сказать, потому что, наверное, тут коллеги будут говорить, что коалиция в составе 227 депутатов не будет действительной. Это факт. И мы долго так не работаем. Поэтому я уверен, что сейчас представители БПП и Народного фронта однозначно, буквально с сегодняшнего дня, должны начать второй раунд с переговоров с самопомощью, радикалами в Батьковщине. Можливо, кто-то скажет, что они стена и за никаких обстоятельств не повернется. Но, например, я скажу свою точку зрения. Я считаю, что радикали висловливали ряд пропозиций, которые можно поддерживать по законопроектам и так далее. И они в многих случаях спасали ситуацию, в частности, в принятии бюджета, как бы кто критично не ставился. Потому что живучи без бюджета было бы достаточно сложно. Поэтому, однозначно, нам с коллегами из БПП нужно увеличивать коалицию не только одиничными случаями, когда люди вступают, но и договориться с другими фракциями. Дякую. Хорошо. Давайте пройдем сначала по коалиции, а потом по оппозиции. Иван. Знаете, когда вы делали анонс до этой дискуссии, вы почему-то показали только выступ Ляшка. Варто, напевно, было бы показать еще выступ Луценка в связи с голосованием, например, поропризначения премьера, которому передавал выступ керевника оппозиционного блоку Бойка, который снова начал навешивать ярлыки и делить украинцев на Схидную и Захидную Украину. Так же, как мы сегодня намагаемся чему-то вытягать из контекста окременные слова и тезисы, и надавать картину полную. Например, когда мы говорим и цитуем Ляшка, что он говорит, что результаты голосования президия не оголосили, я не хочу сказать, что он брешь, но это и манипуляция, потому что у нас все результаты по фракциях, в том числе, оголошили соответствующее табло Верховной Рады. И можно было бы увидеть, в принципе, именно здесь он считал 206 голосов Народного фронта вместе с блоком Петра Порошенко. Что касается... Ну, это просто не показали телезрителям. Обычно канал Верховной Рады транслирует телезрителям. Я с великой уважением ставлю сюда Савика Шуста Растудии. Я уверен, что тут лучшие стандарты журналістики используются, объективность выяснения информации – это главная засада вашей работы. А что касается... Для чего створится вообще коалиция? Коалиция створится, и ее повноважение чётко записано в Конституции. Это, власне, висунуть кандидатуру премьера, затвердить уряд, затвердить программу действий коалиции. Само для этого это делается. И, власне, у нас 227 голосов наразе есть в коалиции. Взбулись сбори коалиции, на которых были присутствием больше двух третин от особого склада членов коалиции. Они надали пропозиции президенту. Президент внес поддание, соответственно, Верховную Раду. Верховная Рада рассмотрела постанову про призначение, извольнение, соответственно, премьера, призначение нового премьера. Все удалось в передбаченном законе и Конституции Украины способ. Что будет дальше происходить? Будь-якие решения в Верховной Раде принимаются половиной, большинство от конституционного склада Верховной Ради. То есть 226 голосами. В данном случае, как и с голосом членов БПП, перепрошу, оппозиционного блоку, Батьківщин, Народного фронта, будь-кого, она однако. И она имеет однаконую юридическую вагу. И поэтому, когда мы принимали решение про призначение, извольнение посадовых осіб Верховной Рады или Кабмину сегодня, они все легитимны, потому что они набирали и количество голосов больше за необходимость предбаченную Конституцию, больше половины от конституционного склада. Подождите, секундочку, просто для понимания. Ведь Верховная Рада голосует за законы. Любой хороший закон может поддержать любой депутат. Что касается правительства, это же коалиционное правительство. Это же не правительство народного доверия, которое предлагали некоторые политические силы, да? Соответственно, правительство коалиционное должно рассчитывать на поддержку своей коалиции. А получается, что приходится привлекать тех, с кем бы раньше, может быть, коалицию и не хотели бы делать. Мы никого не запрошили, не вимагали голосовать. Это был осознанный выбор певных народных депутатов, которые голосовали в данном случае. Так же, как и с нашей фракцией, и коллеги, которые входят в состав коалиции, но они не голосовали, певные призначения. И это, напевно, есть засады демократичности, парламентаризм, которые сегодня используются в Украине. Такого раньше не было, даже с этой дискуссией не предназначалось. Но еще в регламенте вообще не регулирована норма Конституции, когда у нас кандидатуру премьера пропонует премьер-министр. Потому что в чинном регламенте есть статья 205, которая регламентует еще старую норму Конституции, когда премьер-министр вносит президент в Верховную Раду, и Верховная Рада только его рассчитывает. Это та конституция, которая была написана еще за Януковичем, и которой он использовал. Поэтому много неозгоденностей еще существует, но не нужно делать из этого никакую сенсацию. Все решения, которые проголосованы, были набрали необходимую большую голосовую. Что будет дальше происходить, мы увидим, будет зависеть от уровня фаховости и способностей вообще работать в Украине, который мы сегодня назначили. Светлана. Мы говорим про количество людей в коалиции. Мне кажется, что это очень политическая математика. И в зависимости от того, кто грахует, мы будем получать сумму. Но мне кажется, что очевидно, и в коалиции, и в оппозиции мы понимаем, что коалиция слабка, потому что мало голосов, и поэтому будет сложно двигаться вперед. Водночас, эта коалиция смогла достигнуть компромиссу, и уряд есть. Я вважаю, что это доброе для государства. В то же время, в котором формировался этот уряд, я вважаю, что это плохое. И я ставлю незадовольную оценку именно потому, что это не дало мне возможности проголосовать и поддерживать уряд в то же время, в котором он формировался. Из моей точки зрения, это вообще уряд компромиссу, если хотите. Во-первых, компромиссу по отношению к своей предыдущей обещанке коалиции. Мы хотели, мы хотели, мы хотели создать технократический уряд. Уряд, в котором бы премьер-мінистр мог сформировать, запросить неполітичных представников, чтобы не произошел подъем посад за квотным принципом. Другой компромисс, это по отношению к процедури, к механизмам, как было ухвелено решение. Адже я особо наруховала, принаймні, 5 порушений и Конституции, и регламенту, в какой способ проходили сегодняшние постанови и сегодняшние голосования. В том числе, до речи, что до порушения Конституции в контексте неперсонального голосования. Спикер Гройсман обрався с премьером Гройсманом, с порушением, на жаль, с порушением Конституции. И третий компромисс, який, я вважаю, цей уряд будет особливаться собой, это, напевно, компромисс в контексте каких-то обязанностей перед обществом. Потому что я вважаю, что общество заслуговывает на уряд мрії, заслуговывало. И у нас была эта возможность. Мы, на жаль, не смогли досягнуть, не смогли использовать. Но теперь, смотрите, что перед нами. Мы, понимаем, есть какая-то точка выходная. Пан Гройсман показал, что он хочет быть премьер-міністром результату. И очень часто, возможно, идет на компромисс с определенными процедурными решениями. Что нас ожидает? Чи есть какие-то позитивы, какие-то из этого момента начинаются? Я, как человек, который представляет комитет о закордонных справах, могу сказать, что есть. Потому что мы, а, восстановляем współпрость, слава Богу, с Международным валютным фондом. Мы начинаем, с нами начинает говорить и тот же Европейский союз, и Международная спільнота. И это добре. Мы, наконец, маем возможность продолжить ухваливать законы в парламенте. Потому что у нас был ступор, у нас было пробуксование. И я думаю, что люди ждут и на податковую реформу, и на продолжение ухваления законов в рамках угоди про асоциацию. Я окремо відзначу про призначение віце-премьера, віце-премьерки з Европейской интеграции. Парламент давно требовал эту посаду. Людина, яка сможет координовать работу и уряду, приоритизовать законопроекти, працювать эффективно с парламентом для того, чтобы в нас рухались эти вещи. Далее, окремо скажу про визуалюберализацию. Я думаю, что это тоже много в чем сегодня зависит от того, что світ бачит, что в стране есть с кем работать. Тому, на жаль, уряд компромиссу, но, слава Богу, что этот уряд есть, и на сегодняшний день мы можем, принаймні, рухаться вперед. Гилліана, что Вы думаете по поводу сегодняшнего голосования? На превеликий жаль, я очень разочарована. На самом деле, я от Гройсмана, как одного из тех кандидатов, которого я пророковала, как, возможно, премьер-министра, ожидала много больше. Мне казалось, что, все-таки, этот уряд может начать свою работу, принаймні, на законных основах. Я могу четко сказать, будучи юристом, что то, что мы сегодня видели в парламенте, абсолютно нелегитимно. Нелегитимно выбрали премьер-министр, потому что Конституция имеет прямую норму, 114 статья, и вносит кандидатуру премьер-министра президент. И мы должны голосовать за соответствующую постанову. Мы голосовали за постанову двух депутатов, пана Луценко и пана Бурбака, что является прямым порушением Конституции, и для Гройсмана это несет прямые загрозы, потому что он, где юрий, нелегитимный премьер-министр. Далее, это тягает за собой целый ланцежок нелегитимных решений. Гройсман вносит еще до того, как стати премьер-министром, постанову, будучи просто депутатом, про призначение и переформатирование уряду и звольнение другого уряду. Ну, это доходит уже, знаете, до анекдотов. Завтра будь-хто из нас, кому хочется внести новый склад уряду, або звольнити цей, виходит так, что может это сделать. Хотя, на самом деле, это Конституция не отвечает. И только после того, как он бы стал премьер-министром, а был призначен премьер-министром, он бы мог внести соответствующий новый склад уряду. То есть, мы имеем еще и проблемы с легитимностью призначения нового склада уряду. Что это все означает? Это все означает, и для меня наиважливее, вот эти международные риски, Светлана начала про это говорить, это означает, что уряд, который будет принимать определенные решения, ставит под суммів легитимность этих решений. И, на самом деле, я боюсь больше того, что этим может использоваться, в том числе, недружная до нас держава, потому что они очень пильно следуют за всеми этими процессами, и Украина тут мает быть чистой, в том числе и юридично чистой. На превеликий жаль, мы этого не получили. Больше того, остаточным, мне кажется, просто таким знущением был этот патринский сендвич, когда депутатам предложили проголосовать сразу и за отставку, и выправить двойку Арсенія Петровича в щоденнику, и проголосовать за нового премьер-міністра. Это, фактически, с одного боку, выглядит немного не по-дорослому, а с другого боку, это незаконным, снова повторяючись. Но что я от этого всего ожидаю? И, вообще, самопомощь, как партия, которая заявила, что она будет европейской конструктивной опозиции. Мы увидели настоящую коалицию. И мы ее, вот, пан Ляшко, он удивился с трибуны парламенту, а удивиться нема чему, потому что, когда мы голосовали еще за конституционные изменения, которые касались, в том числе, особенного статуса Донбасса, и когда не хватало голосов, то очень хорошо утворилась новая тоди коалиция. Мы про это заявляли и говорили, что была неформальная коалиция, опозиционный блок, и две депутатские группы «Відроджение» и «Воля народу», которая, фактически, тоже партия регионов, трошки перетворена, блок Петра Порошенко и «Народный фронт». Это те партии, которые голосовали за изменения к Конституции. Поэтому эта коалиция де-факто существовала давно, и она сегодня просто еще раз подтвердила, что она функционирует, она существует. Ну, просто, извините, но давайте перед людьми будем честными, что не могут демократические силы показать свой реальный союз, как сегодня их называли, злочинной владой минулого. Поэтому так оно и сталося, но результаты были на табло, и они всем были видны. Что дальше? Далее будет проблема с голосованием. Мы этого ожидаем, но, снова же таки, будучи конструктивными, мы сказали про то, что самопомощь будет поддерживать эти инициативы, которые будет вносить уряд. Это означает, что если голосов даже не хватает в этой коалиции, если решения будут отвечать к коалиции, или если решения будут отвечать реально интересам страны и общества, мы будем за эти решения голосовать. Мы будем давать этих голосов, которых на сегодняшний день в этой коалиции реально не хватает. Мы это очень хорошо понимаем. Игорь Масичок, вот Игорь Гусь предлагал вашей партии присоединиться к коалиции о том, что будут идти переговоры дальше. Начать переговоры. Начать переговоры, да. Начать переговоры, чтобы присоединиться. Другий этап. Другий этап. Первый не вдали. Вот вы готовы к этим переговорам? После того, что произошло сегодня в парламенте, а по сути сегодня произошло формирование в антиконституционный и антизаконный способ, про что уже паня Олена говорила, коалиции за участью людей, которые не только принимали диктаторские законы, а кликали русскую весну в Харков, в Одессу. Той же прессман, который сегодня кнопкодавил, про что тут уже говорилось. Ну, всем известно, кто такой, как он себя поводил и тому подобное. И мне очень больно, что в этой коалиции цинечных барыг, олигархов и отвертых агентов Кремля опинились правильные патриоты, многих из которых я очень считаю. Ну, но так стало. Питание в том, что мы готовы были и раньше формировать коалицию, но нас не слышали, так как не слышали коллег из самопомощи, или из Батьковщины, не слышали в чём. Мы наполягали на радикальной измене экономичного развития страны. Этого никто не хотел слышать, абсолютно. И что будет дальше? Мы и надалее будем голосовать за законы, которые нужны страны, за законы, которые усиливают обороноздательность страны, которые открывают шлях страны до Европы. Но в тот же время хотелось бы отреагировать и отреагировать, вот коллега Винник сказал, что коалиция нужна для того, чтобы сформировать уряд, принять программу и тому подобное. Нет, коалиция – это ответственность на весь час действия уряда. Это первое за все. Сьогодні, разом із тими 25-ю особами, которые в свой час ухвалювали диктаторские законы и закликали русскую весну в Украину, сформирована коалиция, которая должна нести ответственность за это все. Ну и на завершение, мы ухваливаем решение для того, чтобы в парламенте не было шуверства, которое до этого активно просветало и пересмикывание. Мы вернемся до ВИС что до визнания незаконными постанов, которые сьогодні в неконституционный способ были проголосованы, приняты о призначении премьер-министра и формировании Уряда. Сейчас, Светлана, просто уже давно хочется ответить. Я, как человек, которая проголосовала против и членом блоку Петра Порошенко против за Уряд, одновременно я хочу для справедливости сказать, что из той информации, которую мы владеем, пан Ляшко, глава радикальной фракции, хотел отримать одну посаду спикера Верховной Ради. И он готов был долучиться на этих условиях к коалиции. Поэтому эта критика, которая сегодня звучит, ее ценою просто не отримание посады. Это первое. И второе. Я думаю, что слово закон, оно имеет значение, имеет цену в стадии людей, которые его поддерживают. Я хочу напомнить, что коллега, который сидит за этим словом, пан Игор, это та человек, про которую мы смотрели в видео, все вместе, Верховной Ради, Конституции, потому что Конституция у нас может тумачиться только Конституционный суд. Одночас хотим бы прокоментировать, что, согласно статтю 114, на которую присылалась коллега, действительно, президент вносит в парламент подание. Подание не есть законодательной инициативой, в черепный список, в которых вказан в статтю 89 регламенту Украины, закону Украины про регламент Верховной Ради. Есть проекти постанов, есть законы, проекти законов то что. Законодательная инициатива, по своей сути, есть проекти постанов. Они были, соответственно, зареєстрированы Верховной Радой. Зареєстрированы как президентом, так и народными депутатами, в данном случае членами, керевниками двоих фракций, которые есть в складе коалиции. И это, конечно, не соперечить статтю 93 в институте Украины, где вказано вичерпный перелик субъектов правозаконодательной инициативы. Действительно, была проголосована постанова номер 44-23, которая была подана Луценком и Бурбаком. И это, в принципе, природнё. Адже это керевники двоих фракций, которые создали коалицию. И это, я хочу, что, возможно, это не устала на практике, но, возможно, устала на практике было, когда в предыдущие годы вообще президент призначал премьер-министра, а парламент давал згоду. И, если читать регламент, стаття 215 еще не изменена. И именно такой парадик предупреждает. Тем не менее, если... Ну, конституция же важнее, в основном регламенте. Безумовно. И в данном случае я, в любом случае, не вбачаю порушения Конституции, хотя я не могу тлумачить Конституцию. Единственный орган, который может тлумачить Конституцию, это Конституционный суд. Это я просто отвечаю на предпущение о нелегитимности того, что произошло. Я констатую, что, на мой взгляд, это произошло в легитимный способ. Я, в основном, цитую законодательскую базу, которая это регулирует. А что до политического аспекта, что происходило, наверное, это правильно, что мы не голосовали именно по постанове, проект постанови президента. Потому что, таким образом, президент и парламент, в основном, подтвердили, что парламент это самостоятельный законодательский орган страны. А, я прошу, в Конституции написано подание. Давайте эту 14-ю статью Конституции просто покажем людям, раз уже мы так о немного говорим. Премьер-министр призначается за поданием. Иван, мы просто сделали специальный слайд, чтобы зрителям было понятно. И еще статью, еще статью 89 регламента, за поданием президента Украины. Да, у нас звука, к сожалению, нет в студии. Если, возможно, студия может показать статью 89 регламента, то, если хотите, я могу ее прочитать. Там есть вказанный вичерпный перелик. Вносит президент, вчитывая написано. Воно внесено. Воно внесено. Подание есть в Верховной Раде. Воно внесено. Есть не подание, а подание есть постановой. Постановой 44-20, которая внесена инициатором, президентом Украины, и которая сегодня не была проголосована в парламенте. Регламенту или Конституции? Я вам скажу так, что, если бы я хотела выиграть эту справу в Конституционном суде, я бы ее выиграла за умови, что этот Конституционный суд не в нынешнем, но за умови, что этот Конституционный суд был бы не подконтрольным тому же президенту Украины и не был бы на сегодняшний день фактично, де-факто, нелегитимным и не находилось шесть судов из этого Конституционного суду де-факто, под криминальным проведением. Но, если бы у нас был правительный Конституционный суд, я бы выиграла эту справу. Но я вам скажу иншее. Я этого не буду с одной простой причины. На сегодняшний день зберегать стабильность в Украине Это очень важнейшее, чем наши суперечки Про формальности и юридические вещи И именно поэтому нам нужно не соперечаться А погоджаться с ошибками И прекратить эти ошибки и делать в дальнейшем Это будет мудро, это будет правильно Шановная Олена, но вы уже сделали выяснение Про нелегитимность на загал И тут четко сказано, что это подание не постанова Но это подание конституционного суду Тут я с вами погоджуюсь Единое, в чем я не могу погодиться Напевно, в любой демократичной стране, где обеспечивается право на справедливый суд Будь-який громадянин не может знать наперед, какое будет решение суд А вы ствердите, что вы точно выиграете его Тут я не могу с вами, на жаль, погодиться Бо конституция и норма прямой действии Можна я скажу, честно, я депутат-мажоритарщик 99% моих выборцев, оцепо, что мы сейчас говорим Им все одно, это правда, это я ей ввинник, я пытаюсь сказать Я хочу сказать две тези И про это тоже много говорим Сьогодні было два ключевых решения, кадровых В одному, яке мы сейчас обговорюем Действительно, на жаль, самопомощь, радикалы, батьківщина не проголосовали Голосовала воля народу, відроджение Але, было второе кадровое решение Это обранье парубия головой Верховной Ради Ирины Гращенко, первым заступником Воля народу, батьківщина, відмовилась голосовать за парубия И радикалы, батьківщина, самопомощь проголосовала 284 голоса Я это до чего веду? Сьогодний день показал, что есть решение, которое объединяет эти силы, которые создали коалицию, полтора года назад И это было решение по Андрею Поробию и Ирине Гращенко Это принциповый момент Я до чего веду? У нас есть шанс, сейчас, честно, все прекрасно понимают 227, если будет 234, это недеездатная коалиция Если только коалиция будет голосовать за законы, мы ни до чего не прийдемо Тут два шляхи Або конструктив От коллега, я могу сказать, голосовать за те законы, которые нужны стране Если есть законы, которые идут в супер-эдеологической системе И есть, возможно, какие-то коррупции и так далее Очевидно, политическая сила говорит, что мы не хотим и не будем Но я уверен, что большинство законов, которые мы приняли за эти полтора года Были правильными и нужными странами Так же, как сегодня, я считаю, я также с позитивом голосовал за Поробия и Гращенко Я считаю, что это позитивные герои нашего часа, нашего парламента Абсолютно Секунду, я не перебивал А есть другой шлях Деструктивный, опозиционный Что значит? Валить все, что можно валить Ставить палки в колеса и делать приблизительно так Чем лучше, тем лучше для нас Чем лучше для страны Потому что мы пойдем на перевыборы И получим соответствующие голоса и соответствующие электоральные получения Если таким образом будем работать Во-первых, страна не выиграет Во-вторых, кто думает, что эти политические силы на этой дестабилизации что-то добудут Но мы получаем герой парламент Потому что используется не только сегодняшняя проукраинская опозиция Я считаю, что радикалы, батьковщина и самопомощь – это проукраинская опозиция Но используются и другие силы Те, что говорил Игорь, это отроджение Кернеса, это наш край, это опозиционный блок и так далее Тому я ставлю такую риску Я надеюсь, сподеваю, что этот парламент имеет позитивный ресурс для работы За одними условиями, что наши коллеги будут поддерживать все это полезное для страны, что будет выноситься до парламенту дальше В другом случае, нас ждет очень сложный период, перевыборы и очень сложные моменты Игорь Васильчук, сейчас У меня есть разные позиции Коллега из самопомощи очень ответственно по-державности ставится для того, что действительно сегодня произошло Она говорит, что я не буду оскарживать до суда Коллега из Радикальной партии говорит, что мы оскаржим, признаем и будем говорить про нелегитимность уже официально, таким чином дестабилизирующая ситуация Игорь Васильчук, первое, реагируя, мы хотим просто шулерство прекратить и вывести стены парламенту, где оно там прижилось при прошлом голове Но, в основном, не про это Я Андрея Поробия знаю, может быть, не больше в парламенте и дольше И, ну, среди присутствующих, так, тысячу процентов И хочу сказать, так, это украинский патриот, украинский националист Но, когда мы принимали решение голосовать за Андрея, то первым критериям было то, что мы с ним поспілкувалися И он пообещал, что он будет докладать усыдь для вернения парламентаризма в стены парламенту И для вернения центров влияния в парламент, которые были просто выкинуты за последний час И, говоря про то, что, действительно, Олег Валерьевич Ляшко претендувал на посаду спикера, когда шли перемовины Так, это абсолютно чистая правда Больше того, Андрей Поробий сгоден был поступить с посадой спикера Олега Валерьевича Но, во-первых, этого не хотел президент, во-вторых, не были приняты те экономические пропозиции, которые мы говорили, которые являются краеугольным камнем Одним речением, реагируя на закиды в мой бок, скажу, я доведу в суде мультфильмы, которые демонстрировал громадянин Шокин, пенсионер Шокин И доведу свою невинуватість, тому, ну, могут коллеги говорить Давайте поговорим после решения суду Я публительно выкладываю все материалы справа, включая экспертизы и тому подобное И просто хочу, чтобы объективно давалась оценка Светлана, я хочу додать Как раз решение по Поробию Андрею и Ирине Грещенко показывает, что, когда есть поддержка решений в парламенте, то не нужно идти на порушения И это очень показалось Игорь рассказал про долампочки его выборцам Я тоже хочу сказать про эту лампочку Насправді, вы понимаете, мы пришли в этот парламент для того, чтобы изменить правила гри Это было один из таких слоганов революции гидности про то, что мы не меняем обличчя, а меняем правила гри И если мы сами в парламенте не способны дотриматься того же закону, который мы голосуем в этом парламенте То как мы можем требовать такого же дотримания этого закону от этой же прокуратуры, от податков От людей, которых мы сегодня просим Платить, пожалуйста, податки, платить сбори військовые Платить, пожалуйста, больше за электрику, за светло, за газ и так далее Просто люди перестают верить, нет доверия к парламенту И сегодня одна из миссий парламенту, нас как парламентарь, это Змогти сделать так, чтобы эти правила мы сами в первую очередь не порушили Чтобы мы показывали пример Поэтому я тут согласен с Еленой, что нам нужно очень хорошо работать над этими ошибками, которые были в том числе за эти два года сделаны И я особенно надеюсь, что Андрей Володимирович Поробий У меня до него величезный кредит доверия И он сможет вернуть назад в русло вот этого парламентаризма, про который мы так много говорим Работу законодательного органа Вот, Светлана, у меня вопрос, может быть, вы мне сможете объяснить, вы говорите о правилах Вот, ни спикер Владимир Гройсман, ни его предприниматель Андрей Поробий так и не объявили о создании новой коалиции Вот сейчас коалиция, которая у нас в Верховной Раде Это новая коалиция, старая коалиция Что это сейчас? Я, на жаль, так само загублюся в пояснениях И не совсем, возможно, юристи допоможут, каким образом сейчас это трактуют Той же спикер, колишний спикер Гройсман или нынешний спикер Поробий Для меня абсолютно очевидно, что голосов было настолько мало, что была попытка Сберегти какой-то статус-кво и спроба сделать вигляд, что у нас достаточно на грани этих голосов Аби эти решения прошли и достигти результата щодо створения уряда Я про это на самом начале сказала И очевидно, что коалиция слабка Елен, если можно, как юрист, только очень коротко На самом деле у нас есть единственная статья Конституции, которая регламентует вообще порядок створения коалиции и существования И там нет формально никакой процедуры, что кто-то там должен выйти и что-то читать Но всем понимаем, что должна быть какая-то коалиционная угода, если створилась новая коалиция Мы должны понимать, какие приоритеты этой коалиции И, как минимум, принаймні, общество нужно показать, на что будет спрямована работа этой коалиции на следующие 6 месяцев или год Цего нет То есть мы юридически проблем не имеем, но общественно и политически проблема эта есть Знаете, главная отличность того, что было раньше и того, что сегодня есть в контексте Конституции и коалиции и процедуры призначения премьера Поляга в том, что раньше премьера призначал президент Украины и давал парламент только погоджения на это Как призначает президент? Ну призначал, согласно Конституции, которая использовалась Януковича, президент призначал и парламент давал только погоджения Ну я могу вам зацитовать, если вы все мне не верите, я могу зацитовать вам соответствую статью регламенту на 215, например, по порядку призначения Давайте мы сейчас про коалицию вам говорили, не про… Если вы меня не перебываете, я скажу, главная отличность, что сегодня Кабинет Министров и премьер-министра призначает и выбирает парламент Он не только вносит ответственные постановы, он своя коалиция парламентских фракций для того же и существует, чтобы Наближать, фактически, призначение керевника виконавчей вертикали ближе до того выборного органа, который сегодня представляет народ Украины Ранее такого не было, и в этом моя большая отличность, и в этом я, безусловно, погоджуюсь, что это является определенной вимогой развития парламентаризма в Украине И то, что мы сегодня спостерегаем Хорошо, давайте очень коротко и дальше пойдем Формальная сторона, в двух фракциях есть 227 депутатов на сегодняшний день, поэтому с юридической точки зрения коалиция есть Я согласен с коллегами, что у нас было слишком мало времени, хотя, наверное, мы могли бы этим працювать значительно дольше, а не два недели, чтобы запрезентовать украинскому народу коалиційную угоду Каким образом и что мы будем працювать Хотя тут дискуссийное вопрос, в чем я так же не юрист, а депутат, это в чем-то сором Мы сейчас дискутуем, что у нас есть действующая коалиция, или это новая коалиция И, фактически, если это действующая коалиция, как много кто говорит, то у нас есть действующая коалиционная угода, в которую мы просто вносим сейчас изменения Поэтому, наверное, вот тут украинское общество, конечно, должно видеть на сайте Верховной Ради Это коалиционная угода, коалиция этих 227 депутатов Я надеюсь, что мы на следующем неделе это исправим И общество должно видеть, за какой программой действий мы, коалиционеры, действуем Те же самое сегодня касается программы Кабмена Но это неправильно, за 20 минут мы получили программу Кабмена Я лично закрыл на это очи, хотя много кто, когда вы понимаете, говорили про программу действий Кабмена Яценюка Это неправильно, мы сделали много неправильных вещей Но что я сказал про долампочки, да? Я сказал про то, что люди, вот в моем окружении, вот они сейчас смотрят, есть там программа действий Нема, там, кто висунув Бурбак Луценко Люди хотят видеть пенсии, зарплаты, да? Что у нас цены на молоко, то есть экономические получения И их сегодня цикавит, что, подождите, это первое питание В России и цены, и здобутки, и молоко, и сигарасы Нее, первое питание цикавит, чтобы уряд начал работать, да? Давал экономику запускать Я согласен, что мы должны поддерживать нормы Мы делаем много помилок И мы дальше будем делать, на жаль, много помилок Дивлячись на склад этого парламента и следующего парламента Но основное, что хотят люди, чтобы мы начали, как депутаты и уряд, работать А мы сегодня говорим про, знаете, какие-то там, вот, дивитесь Я не могу погодиться, Игорь Тут много разных моментов Ну, 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 это даже мне тяжело Я не сказал, что я человек без юридического света Я политолог В всех вопросах разобраться Это важно Сейчас важно, что уряд начал работать На уровне Путина не скачайтесь Чему? Потому что сейчас молоко важливая цена И социальные требования важливые Но если только мы забудем про фундаментальные вещи Про порушение Конституции Порушение регламента И как только мы начнем на это все закрывать очи То чем мы будем отрезняться от Путина? Мы снова приедем до тех 25 людей Яких сегодня голосовали за Новый Юрид Хорошо, давайте уже конституционно или неконституционно Все-таки это правительство стало правительством Это уже ответит Конституционный суд А вот давайте поговорим просто Кто эти люди И чего мы можем от них ожидать До нового склада уряду Вошли шесть віце-премьер-міністров Першим віце-премьер-міністром Та министром економичного розвитку и торговли Став представник президента Украины У Верховной Рады Степан Кубев Депутат з блоку Петра Порошенка Иванна Климпуш-Ценцадзе Посіла крісло віце-премьер-міністра З питань европейской Та евроатлантичної інтеграции У новому уряді зберег свою посаду Віце-премьер-міністр Та миністр регионального розвитку, будівництва Та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко Віце-премьерами стали Колишній заступник мера Вінниці Володимир Кістіон А також Павло Розенко і В'ячеслав Кириленко Які працювали на аналогічних посадах У попередньому складі уряду Окрім них на своїх посадах залишаються Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Міністр юстиції Павло Петренко Міністр оборони Степан Полторак Міністр закордонних справ Павло Клімкін Міністр інформаційної політики Юрій Стець Міністр молоді і спорту Ігор Жданов Новими міністрами в уряді стали Міністр фінансів Олександр Данилюк Який раніше працював заступником голови Адміністрації президента Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик до цього часу працював у парламенті У складі блоку Петра Порошенка Його колега по фракції Тарас Кутовий Очолив Міністерство аграрної політики Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, народний депутат із фракції Народний фронт. Його колежанка по фракції Лілія Гриневич зайняла крісло Міністра освіти і науки. Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко до цього керував апаратом спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана. Міністр соціальної політики Андрій Рева йде в уряд з посади заступника міського голови Вінниці Міністр культури Євген Нещук Він вже має досвід роботи у першому уряді Арсенія Яценюка Міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше працював заступником голови Мінінфраструктури. Нове Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб очолив Вадим Черниш, який до цього часу був головою державного агентства з відновлення Донбасу. Крісло міністра охорони здоров'я досі залишається вакантним У нас, к сожалению, мало ефірного часу залишається, тому я хотіла щоб всі зараз говорили достатньо коротко. У мене головний питання, мабуть, це питання не тільки у мене. Можна ли цей Кабінет Міністрів назвати правительством реформ? Можна я тоді розпочну дуже швидко, бо я, в принципі, аналізувала для себе, що це за Кабінет Міністрів і дуже з такої, можливо, цікавої точки зору. Дивіться, насправді, економічну і соціальну частину закривають майже всі кандидати, зараз вже Міністри, президентської квоти. Натомість квота Яценюка це безпека, в тому числі безпека і гарантії для нього тобто це Міністр МВД і це Міністерство Міністерства, яке прямо впливає на рішення Кабінету Міністрів Освіта буде завжди, вона стояла зараз гостре питання реформи освіти, але тим не менше, якихось значних таких ударів для репутації партії вона не має складати. Тому на сьогоднішній день і зовсім трошки у Гройсмана реально вплив через своїх кандидатів лише всередині через апарат Кабінету Міністрів і прийняття рішень. Що це означає? Це означає, що якщо не буде відбуватися реформ в економічній сфері і в соціальній сфері то без негатив оцих нереформ і всіх проблем в економічній і соціальній сфері він буде відбуватися прямо на президенті України. Тому на сьогоднішній день президент України прямо зацікавлений в тому, щоб цей уряд був реформістським і щоб він реально запустив економіку України. Він хоче бути прем'єр-міністром результату і дуже часто можливо йде на компроміс з певними процедурними рішеннями. Що нас очікує? Чи є якісь позитиви які з цього моменту починаються? Я як людина, яка представляє комітет у закордонних справах можу сказати, що є тому що ми відновлюємо співпрацю слава Богу з Міжнародним валютним фондом ми починаємо, з нами починає говорити той же Європейський Союз і міжнародна спільнота, і це добре. Ми нарешті маємо можливість продовжувати ухвалювати закони в парламенті, тому що в нас був ступор, в нас було пробуксовування і я думаю, що люди чекають і на податкову реформу, і на продовження ухвалення законів в рамках угоди про асоціацію. Я окремо відзначу про призначення віце-прем'єра, віце-прем'єрки з Європейської інтеграції парламент давно вимагав цю посаду людину, яка зможе координувати роботу і уряду, приоритизувати законопроекти, працювати ефективно з парламентом для того, щоб в нас рухалися ці речі. Далі окремо скажу про візову лібералізацію я думаю, що це теж багато в чому сьогодні залежить від того, що світ бачить, що в країні є з ким працювати. Тому, на жаль уряд компромісу, але слава Богу, що цей уряд є і на сьогоднішній день ми можемо принаймні рухатися вперед. Гілія, на що ви думаєте по поводу сьогоднішнього голосування? На превеликий жаль я дуже розчаровано. Насправді я від Гройсмана, як одного з тих кандидатів, якого я пророкувала як, можливо, прем'єр-міністра очікувала набагато більше, і мені здавалося що все ж таки цей уряд може розпочати свою роботу, принаймні на законних підставах. Я можу чітко сказати, будучи юристом, що те, що ми сьогодні бачили в парламенті, абсолютно нелегітимно. Нелегітимно обраний прем'єр-міністр, тому що Конституція має пряму норму, 114 стаття, і вносить кандидатуру прем'єр-міністра президент, і ми мали б проголосувати за відповідну постанову. Ми голосували за постанову двох депутатів, пана Луценка і пана Бурбака, що є прямим порушенням Конституції, і для Гройсмана це несе прямі загрози, тому що він де Юрий є нелегітимним прем'єр-міністром. Далі це тягне за собою цілий ланцюжок нелегітимних рішень. Гройсман вносить ще до того, як стати прем'єр-міністром, постанову, будучи просто депутатом, про призначення і переформатування уряду і звільнення іншого уряду. Ну, це доходить вже, знаєте, до анекдоту, завтра будь-хто з нас, кому хочеться внести новий склад уряду або звільнити цей, виходить так, що може це зробити. Хоча насправді це Конституції не відповідає і тільки після того, як він би став прем'єр-міністром і був призначений прем'єр-міністром, він би міг внести відповідний новий склад уряду. Тобто ми маємо ще й проблему з легітимністю призначення нового складу уряду. Що це все означає? Це все означає, і для мене найважливіше, ці міжнародні ризики, Світлана почала про це говорити, це означає, що уряд, який буде приймати певні рішення, ставить під сумнів легітимність цих рішень. І, насправді, я боюся найбільше того, що цим може скористатися в тому числі недружня до нас держава, тому що вони дуже пильно слідкують за всіма цими процесами, і Україна тут має бути чистою, в тому числі й юридично чистою. На превеликий жаль, ми цього не отримали. Більше того, остаточним, мені здається, просто таким знущанням був цей патрійний сендвіч, коли депутатам запропонували проголосувати одразу і за відставку, і виправити двійку Арсенія Петровича у щоденнику, і проголосувати за нового прем'єр-міністра. Це фактично, з одного боку, виглядає трошки неподорослому, а з іншого боку, є незаконним, знову ж таки повторюючись. Але що я від цього всього очікую? І, взагалі, самопоміч, як партія, яка заявила про те, що вона буде європейською конструктивною опозицією. Ми побачили справжню коаліцію. Пан Ляшко, він здивувався з трибуни парламенту, дивуватися нема чому, тому що коли ми голосували ще за конституційні зміни, які стосувалися в тому числі особливого статусу Донбасу, і коли не вистачало голосів, то дуже добре утворилася нова тоді коаліція. Ми про це заявляли і говорили, що була неформальна коаліція опозиційний блок, і дві депутатські групи «Відродження» і «Воля народу», які, фактично, є теж партією регіонів трошки перетвореною, блок Петра Порошенка і «Народний фронт». Це ті партії, які голосували за зміни до конституції. Тому ця коаліція де-факто існувала давно, і вона сьогодні просто ще раз підтвердила, що вона функціонує, вона існує. Ну просто, вибачте, але ж давайте перед людьми будемо чесними, що не можуть демократичні сили показати свій реальний союз з, як сьогодні їх називали, злочинною владою минулого. Тому так воно і сталося, але результати, вони були на табло, і вони всім були видні. Що далі? Далі буде проблема з голосуванням. Ми цього очікуємо, але, знову ж таки, будучи конструктивними, ми сказали про те, що самопоміч буде підтримувати ці ініціативи, які буде вносити уряд. Це означає, що якщо голосів навіть не вистачає цій коаліції, якщо рішення будуть відповідати коаліційній угоді, або якщо рішення будуть відповідати реальним інтересам України і суспільства, ми будемо за ці рішення голосувати. Ми будемо давати цих голосів, яких на сьогоднішній день в цій коаліції реально не вистачає. Ми це дуже добре розуміємо. Тому я думаю, що самопоміч за умови конструктивного підходу і реально все ж таки, я сподіваюся, що Гройсман готовий показати оцей уряд результату. Якщо вони будуть готові до результативної співпраці, самопоміч буде давати цей результат і буде готовий співпрацювати. Якщо ж ні, ми будемо дуже жорстко виходити з обґрунтованими певними вимогами, з обґрунтованими пропозиціями і пропонувати інші вирішення тих проблем, які, якщо не дай Бог, цей уряд не буде готовий вирішити. Ігор Гусь предлагав вашій партії присоединиться коаліції о тому, що будуть йти переговори далі. Почати переговори. Почати переговори, щоб присоединиться. Другий етап. Ви готові к цим переговорам? Після того, що відбулось сьогодні в парламенті, а по суті сьогодні відбулося формування в антиконституційний антизаконний спосіб про що вже пані Олена говорила коаліції за участю людей, які не тільки приймали диктаторські закони а кликали русскую вісну в Харков, в Одесу, той же пресман, який сьогодні кнопкодавав, про що вказано, що це подання не постанова. Але це питання дійсно конституційного суду. Тут я з вами погоджуюсь. Єдине, в чому я не можу погодитися, напевно, в будь-якій демократичній країні, де забезпечиться право на справедливий суд, будь-який громадянин не може знати наперед, яке буде рішення суду. А ви стверджуєте, що ви точно виграєте його. Тут я не можу з вами, на жаль, погодитися. Бо конституція є норма прямої дії. Можна я скажу, дивіться, чесно, я депутат-мажоритарщик, 99% моїх виборців, оце про що ми зараз говоримо, до ланточки. Я хочу сказати дві тези. І про це теж багато говоримо. Сьогодні було два ключових рішення, кадрових. В одному, яке ми зараз обговорюємо, дійсно, на жаль, самопоміч радикали Батьківщина не проголосували. Голосувала волю народу відродження. Але було друге кадрове рішення. Це обрання Парубія головою Верховної Ради і Ірини Гращенко першим заступником. Воля народу відродження відмовилась голосувати за Парубія. І радикали Батьківщина самопоміч проголосували. 284 голоси. Я це до чого веду? Сьогоднішній день показав, що є рішення, які об'єднують ці сили, які складали коаліцію півтора роки тому. І це було рішення по Андрію Парубію і по Ірині Гращенко. Це принциповий момент. Я до чого це веду? В нас є шанс зараз. От чесно, всі прекрасно розуміють. 227, навіть якщо буде 234, це не дієздатна коаліція. Якщо тільки коаліція буде голосувати за закони, фактично ми ні до чого не прийдемо. Тут два шляхи. Або конструктив. От колега дуже схвально я можу сказати. Голосувати за ті закони, які потрібні країні. Якщо є закони, які йдуть супереч ідеологічній системі, які є можливо якісь там корупційні і так далі. Очевидно, політична сила каже, ми не хочемо і не будемо. Але я переконаний, що переважна більшість законів, які ми прийняли за ці півтора роки, були правильними і потрібними країні. Так само, як сьогодні я вважаю, бо я також з позитивом голосував за Поробія Геращенко, я вважаю, що це позитивні герої нашого часу, нашого парламенту. Секунду, я не перебував. А є другий шлях. Деструктивний, опозиційний. Що значить? Валити все, що можна валити, ставити палки в колеса і робити приблизно так. Чим гірше, тим краще для нас, чим гірше для країни, тому що ми підемо на перевибори і здобудемо відповідні голоси і відповідні електоральні здобутки. Якщо таким чином будемо працювати, по-перше, країна не виграє, друге, хто думає, що ці політичні сили на оцій дестабілізації щось здобудуть, але ми отримуємо гірший парламент, тому що скористається не тільки сьогоднішня проукраїнська опозиція. Я вважаю, що радикали, батьківщина і самопоміч – це проукраїнська опозиція. На відміну від опозиційного блоку. Але скористається і інші сили. Ті, що говорив Ігор, це відродження Кернеса, це наш край, це опозиційний блок і так далі. Тому я ставлю таку риску. Я надіюся, сподіваюся, що цей парламент має позитивний ну скажімо, ресурс для роботи. За однією умовою, що наші колеги будуть підтримувати все те корисне для країни, що буде виноситися до парламенту надалі. В іншому випадку, нас жде дуже-дуже складний час, перевибори і дуже-дуже складні моменти. Ігор Васильчук. Колега з самопоміччя дуже відповідально по-державницьки ставиться до того, що це дійсно сьогодні відбулося. Вона каже, я не буду оскаржувати до суду. Колега з радикальної партії каже, ми оскаржимо, визнаємо і будемо говорити про нелегітимність вже офіційно, таким чином дестабілізуючи ситуацію. От відчуйте відмінність цього, що відбувається. Ігор Васильчук. Перш за все реагуючи, ми хочемо просто шулерство припинити і вивезти стін парламенту, де воно там прижилося при минулому голові. Але, власне, не про це. Я Андрія Перубія знаю, мабуть, чи не найбільше в парламенті і найдовше. Ну, серед присутніх так тисячу відсотків. І хочу сказати, так, це український патріот, український націоналіст, але коли ми приймали рішення голосувати за Андрія, то першим критерієм було те, що ми з ним поспілкувалися і він пообіцяв, що він буде докладати зусиль для повернення парламентаризму в стіни парламенту і для повернення центрів впливу в парламент, які звідти були просто викинуті за останній час. Я хотів це пояснити. І, говорячи про те, що дійсно Олег Валерійович Ляшко претендував на посаду спікера, коли йшли перемовини. Так, це абсолютно чиста правда. Більше того, Андрій Парубій згодом був поступитися посадою спікера Олегу Валерійовичу, але цього, по-перше, не схотів президент, по-друге, не були прийняті ті економічні пропозиції, про які ми говорили, які є краєугольним камнем. Одним реченням, реагуючи на закиди в мій бік, скажу, я доведу в суді мультфільми, які демонстрував громадянин Шокін, пенсіонер Шокін, і доведу свою невинуватість. Тому, ну, можуть колеги говорити, давайте поговоримо після рішення суду. Я публічно викладу всі матеріали справи, включаючи експертизи і тому подібне. І просто хочу, щоб об'єктивно давалася сінка. Дякую. Світлана, я хочу додати, якраз рішення по Парубію Андрію і Ірині Грещенко показує, що коли є підтримка рішень в парламенті, то не треба йти на порушення. І це дуже показово. І от Ігор згадав про долампочки його виборцям. Я теж хочу сказати про цю лампочку. Насправді, розумієте, ми прийшли в цей парламент для того, щоб змінити правила гри. Це було одне з таких слоганів Революції Гідності про те, що ми не міняємо обличчя, а міняємо правила гри. І якщо ми самі в парламенті не здатні дотримуватися того ж закону, який ми голосуємо в цьому парламенті, то як ми можемо вимагати такого ж дотримання цього закону від цієї ж прокуратури, від податківців, зрештою від людей, яких ми сьогодні просимо платіть, будь ласка, податки, платіть збори військові, платіть, будь ласка, більше за електрику, за світло, за газ і так далі. Просто люди пристають вірити, немає довіри до парламенту. І сьогодні одна з місій парламенту взагалі, нас як парламентарів, це змогти зробити так, щоб ці правила ми самі в першу чергу не порушували, щоб ми показували приклад. Тому я тут погоджуся з Оленою, що нам треба дуже гарно попрацювати над тими помилками, які були в тому числі за ці два роки зроблено. І я особисто сподіваюся, що Андрій Володимирович Воробій, в мене до нього величезний кредит довіри, і він зможе повернути назад в русло от цього парламентаризму, про який ми так багато говоримо, роботу законодавчого органу. Ось Вітлана, у мене питання, може би ви мене зможете пояснити, ви говорите о правилах. Що тут уже говорилось, ну всім відомо, хто такий, як він себе поводив і тому подібне. Мені дуже сумно, що в цій коаліції цинічних барих, олігархів і відвертих агентів Кремля опинилися справжні патріоти, багатьох з яких я дуже поважаю, ну але так сталося. Питання в тому, що ми готові були і раніше формувати коаліцію, але нас не почули, так як не почули колег з самопомощі чи з батьківщини, не почули в чому. Ми наполягали на радикальній зміні економічного розвитку країни. Цього ніхто не хотів чути, абсолютно. І що буде далі? Ми і надалі будемо голосувати за закони, які потрібні країни, за закони, які посилюють обороноздатність країни, які відкривають шлях країні до Європи. Але в той же час хотілося б зазначити і відреагувати, от колега Вінник казав, що коаліція потрібна для того, щоб сформувати уряд, прийняти програму і тому подібне. Ні. Коаліція – це відповідальність на весь час дії уряду. Це перш за все. Сьогодні разом із тими 25 особами, які в свій час ухвалювали диктаторські закони і закликали «Русскую вісну» в Україну, сформована коаліція, яка має нести відповідальність за це все. Ну і на завершення. Ми ухвалюємо рішення для того, щоб в парламенті не було шуверства, яке до цього активно процвітало і пересмикування. Ми звернемося до Вищого адміністративного суду щодо визнання незаконними постанов, які сьогодні в неконституційний спосіб були проголосовані, прийняті щодо призначення прем'єр-міністра і формування уряду. Зараз Світлана просто давно хоче відповідати. Я як людина, яка проголосувала проти і є членом блоку Петра Порошенка проти за уряд. Водночас я хочу для справедливості сказати, що з тієї інформації, якою ми володіємо, пан Ляшко, голова радикальної фракції, хотів отримати одну посаду – спікера Верховної Ради. І він готовий був долучитися на цих умовах до коаліції. Тому ця критика, яка сьогодні звучить, її ціною є просто не отримання посади. Це перше. І друге. Я думаю, що слово «закон», воно має значення, має ціну у стах людей, які його дотримуються. Я хочу нагадати просто глядачам, що колега, який сидить за цим силом, пан Ігор, це та людина, про яку ми дивилися відео всі разом Верховні Ради щодо того, як він вимагав грошей за депутатські звернення і депутатські запити. Тому, я перепрошую, але говорити про цинічні бариги, я думаю, що це можливо десь така маніпуляція і ціна цих слів дуже-дуже низька. На жаль. Я хотів би прокоментувати тези про нелегітимність. Я б радив би не робити висновки так передчасно, особливо, що стосується Конституції, тому що Конституція нас може тлумачити тільки Конституційний суд. Одночас хотів би прокоментувати, що згідно статті 114, на якого писалася колега, дійсно президент вносить в парламент подання. Подання не є законодавчою ініціативою, в черпний список яких вказаний в статті 89 регламенту України. Закону України про регламент Верховної Ради. Є проекти постанов, є закони, проекти законів тощо. Законодавча ініціатива, по своїй суті, є проекти постанов. Вони були відповідно зареєстровані Верховною Радою. Бо зареєстровані як президентом, так і народними депутатами. В даному випадку членами, керівниками двох фракцій, які є в складі коаліції. І це не суперечить статті 93 Конституції України, де вказано вичерпний перелік суб'єктів правозаконодавчої ініціативи. Дійсно, була проголосована постанова номер 44-23, яка була подана Луценком та Борбаком. І це, в принципі, є природньо. Адже це є керівники двох фракцій, які створили коаліцію. І це є... Я хочу, що, можливо, це не усталена практика, але, можливо, усталеною практикою було, коли в попередні роки взагалі президент призначав прем'єр-міністра, а парламент давав згоду. Якщо читати регламент, стаття 215 ще досі не змінена. І саме такий парадок передбачає. Тим не менше, якщо... Безумовно. І в даному випадку я жодним чином не вбачаю порушення Конституції. Хоча я не можу тлумачити Конституцію. Єдине орган, який може тлумачити Конституцію, це Конституційний суд. Це я просто відповідаю на припущення щодо нелегітимності того, що відбулося. Я констатую, що, на мій погляд, це відбулося в легітимний спосіб. Я, власне, цитую законодавчу базу, яка це регулює. А щодо політичного аспекту цього, що відбувалося. Напевно, це правильно, що ми не голосували саме проєкт постанови Президента. Тому що таким чином Президент і Парламент, власне, підтвердив, що Парламент – це самостійний законодавчий орган країни. А, я перепрошую, в Конституції написано «подання». Якщо ви читаєте... Давайте 140-ю статтю Конституції просто покажем людям. Покажіть, будь ласка. Прем'єр-міністр призначається за поданням. Іван, ми просто зробили спеціальний слайд, щоб зрителям було зрозуміло. І ще статтю, і ще статтю 89 регламенту, будь ласка. За поданням Президента України. У нас звуку, к сожалению, немає в студії. Якщо можлива студія може показати статтю 89 регламенту, якщо хочете, я можу її прочитати. Там є вказаний вичерпний перелік. Вносить Президент, вчити написано. Воно внесено. Воно внесено. Подання є в Верховній Раді. Воно внесено. Є не подання, а подання є постановою. Ні. Постановою 44-20, яка внесена ініціатором Президентом України. І яка сьогодні не була проголосована в парламенті. Рекламенту чи Конституції? Якби ми хотіли, я вам скажу так, що якби я хотіла виграти... В Конституції нема вищерпного переліка права законодавчих ініціатів. Якби я хотіла виграти цю справу в Конституційному суді, я вам кажу, що я б її виграла за умови, що цей Конституційний суд... Не в нинішньому. Але за умови, що цей Конституційний суд був би не підконтрольний тому ж Президенту України і не був би на сьогоднішній день фактично де-факто нелегітимним. І не знаходилося шість суди з цього Конституційного суду де-факто під кримінальним провадженням. Але якби у нас був справедливий Конституційний суд, я б виграла цю справу. Але я вам скажу інше. Я цього робити не буду з однієї простої причини. На сьогоднішній день зберегти стабільність в Україні є набагато важливішим, ніж у наші оці суперечки про формальності і юридичні речі. І саме тому нам треба не сперечатися, а погоджуватися з помилками і припинити ці помилки робити в подальшому. Оце буде мудро, оце буде правильно. Шановна Олена, але ви вже зробили висновок про нелегітимність на загал. Звичайно, бо є стаття 114. Добрый вечір, ми на Территорії Свободи, прямой афер на телеканале ТРИЭС ТВ. Сегодня Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министрів во главе с Владимиром Гройсманом. Также Рада избрала Андрея Порубия спикером парламента, а первым вице-спикером Ирину Геращенко. Также Верховная Рада утвердила с третьей попытки программу деятельности нового правительства. Предоставив ему таким образом иммунитет на год. Мы подготовили небольшой эпиграф к нашей программе. Мой уряд и я имели честь и ответственность служить нашей стране, нашей большой стране и нашему сильному народу, который борется и победит. Я хотел бы поблагодарить своим соратникам из Народного фронта, союзникам, которые формировали коалицию депутатских фракций «Европейский выбор». Блок Петра Порошенко, самопомощь, радикальная партия и Батьковщина. Я хотел бы поблагодарить своим оппонентам и врагам за то, что вы сделали сильнее меня. Я хочу зазначити, что мы вместе сделали много для нашей страны и нашего народа. Но нам нужно двигаться вперед. Я прошу принять мою отставку, а вперед нас ждут большие дела и большие завершения. Дякую. Я вам покажу, что такое управление государства. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Игорь Гусь, народный депутат Народный фронт. Добрый вечер. Иван Винник, народный депутат Блок Петра Порошенко. Доброго вечера. Светлана Залищук, народный депутат Блок Петра Порошенко. Добрый вечер. Елена Сотник, народный депутат Ольтин先生 camping. И Игорь Масичук, народный депутат Радикальная партия Олега Ляшко. Мы следим за судьбой Надежды Сапченко, именно поэтому мы ждем включения с ее адвокатом Николаем Полозовым в течение нашей программы. Своим первым решением сегодня депутаты одновременно приняли отставку премьер-министра Арсения Яценюка, назначили премьером Владимира Гройсмана и отменили принятое 16 февраля решение о признании неудовлетворительной работы кабинета министров Арсения Яценюка. Вот что после голосования с трибуны Верховной Рады сказал лидер радикальной партии Олег Ляшко. Воля народу, это відроджение, это колишні члены партии регионов, які сьогодні сформованы, олигархичні групи. Ну вот блок Петра Порошенко и Народный фронт не смогли обеспечить 226 голосов. И за пакетное голосование, и по кандидатуре премьер-министра, и за отставку правительства, и по его программе. Во всех трех случаях также с коалицией голосовали депутатские групи Воля народа, также Ведроджиня и внефракционные депутаты. Вот у меня вопрос к гостям. За отставку проголосовали 25 депутатов, которые поддержали диктаторские законы 16 января 2014 года, из них 17 из Ведроджиня и 8 из Воли народа. А из коалиции всего 206. Получается, что коалиция Блок Петра Порошенко и Народный фронт не может принимать решение без голосов Воли народа и Ведроджиня? Да, пожалуйста. Давайте начнем с того, что сегодня мы могли иметь два сценария. Первый сценарий – это Народный фронт и Блок Петра Порошенко ни про что не договорятся. Сейчас, фактически, коалиции нет. И мы идем все на перевыборы, потому что уряд Яценюка добывал бы до того периода, пока новый парламент не выбрал бы новый уряд. Это был первый сценарий, над которым, как я считаю, работали ряд политических сил в парламенте и позапарламентом, которые хотят этого сценария. Это не секрет, кто это. Это опозиционный блок, это Батьковщина, которая открыто про это говорит. Из-за парламентских сил, это, наверное, команда Михаила Саакашвили, Свобода, возможно, кто-то другой. И второй сценарий все-таки двум политическим силам смогли, так би мовити, створить коалицию, обрати уряд, что сталося, за будь-яких обставин. Давайте разберемся, почему в коалиции, фактически, уже 227 депутатов, проголосовали 206. Дуже просто. Вот есть Светлана, так? Вона член коалиции. Я сама за себя расскажу. Я дозволю також сказать не только за Светлану, а за других коллег ее. От Мустафана Єм, Сергея Лещенко. Они члены коалиции, они с ней не вышли, но они сегодня заняли певную позицию в этом моменте, не голосуючи за уряд Володимира Гройсмана, представника блоку Петра Порошенка, фракции, до которой они належат. Но я надеюсь, что эти депутаты и много других, потому что в нашей фракции также несколько человек не проголосовали, будут голосовать за что? За принциповые законы, которые нужны украинской державе. Вот и все. То есть это главный меседж. Другой момент. Так действительно проголосовали 11 депутатов из прозафракцииных и депутаты из Воли народа и из Водрожжения. Я особо не знаю, кто-то ввел с ними переговоры или нет, это можно только сегодня гадать, або, возможно, кто-то имеет такую информацию. Но у нас сотни законов, это для украинских граждан, принимаются, в частности, голосами этих политических сил, этих депутатов. Почему? Потому что что я сделаю, если у меня из Волинской области трое депутатов были выбраны и вступили в группу «Волю народу». Вони выбраны волинянами. Я могу не поддерживать их выбор, но это народные депутаты. Поэтому я никогда не возвращаю голову и смотрю, как голосует Водрожение. Так сталося, что за сбегом обставин сегодня они проголосовали. А опозиционный блок, Батьковщина, Радикальная партія и Самопомощь голосовали спольно, не голосовали, вернее, не поддерживали. Сегодня уряд, так? И, вернее, действие коалиции. За такой логикой мы можем сказать, вот, смотрите, БПП и Народный фронт спольно голосовали с Водрожением и Волею народу. Ага, ширка. Натомисть, я могу сказать, что у нас сформировалась широкая опозиция в составе опозиционного блоку, самопомощи, радикалов, Батьковщины. Нехай мне заперечить, если это не так, что у нас нет широкой опозиции, окей, тогда у нас нет широкой коалиции. И остальное, что я хочу сказать. Я могу сказать, потому что, наверное, коллеги про это будут говорить, что коалиция в составе 227 депутатов не будет действительной. Это факт. И мы долго так не спрацюем. Поэтому я уверен, что сейчас представители БПП и Народного фронта однозначно буквально сегодняшнего дня должны начать второй раунд с переговоров с самопомощью радикалам в Батьковщине. Можливо, кто-то скажет, что они стена и за никаких обстоятельств не повернется. Но, например, я скажу свою точку зору. Я считаю, что радикалы высловывали ряд пропозиций, которых можно поддерживать по законопроектам и так далее. И они в многих случаях спасали ситуацию, в частности, в принятии бюджета, как бы кто критично не ставился. Потому что, живучи без бюджета, было бы достаточно сложно. Поэтому, однозначно, нам с коллегами из БПП нужно увеличивать коалицию. Не только одинными случаями, когда люди вступают, но и договориться с другими фракциями. Хорошо, давайте пройдемте сначала по коалиции, а потом по оппозиции. Иван. Знаете, когда вы делали анонс до этой дискуссии, вы чему-то показали только выступ Ляшка. Варто, наверное, было показать еще выступ Луценко в связи с голосованием, например, правопризначения премьера, которому передавал выступ керевника оппозиционного блоку Бойка, который снова начал навешивать ярлыки и делить украинцев на Схидную и Захидную Украину. Так же, как мы сегодня пытаемся чему-то вытягать из контекста окремые слова, тезисы и надавать картину полную. Например, когда мы говорим и цитуем Ляшкова, что он говорит, что результаты голосования президента не оголосили, я не хочу говорить, что он брешь, но это и маніпуляция, потому что у нас все результаты по фракциям, в том числе, голосует соответствующее табло Верховной Рады. Можно было увидеть, власне, именно здесь, он пораховал 206 голосов Народного фронта вместе с блоком Петра Порошенко. Что касается... Ну, это просто не показали телезрителям. Обычно канал Верховной Рады транслирует телезрителям. Я ставлю сюда Саввика Шуста Растудии, я впевнен, что тут найкращие стандарты журналістики використовуются, объективность выяснения информации, это главная засада вашей работы. А что касается... Для чего створится, взагалі, коалиция? Коалиция створится, ее повноважение чётко записано в Конституции. Это, власне, висунуть кандидатуру премьера, затвердить уряд, затвердить программу действий коалиции. Саме для этого это делается. И, власне, у нас 227 голосов наразе есть в коалиции. В Верховной Раде произошло больше двух третей из особого состава членов коалиции. Они дали пропозиции президенту. Президент внести подания, соответственно, Верховной Рады. Верховная Рада рассматривала постанову про призначение извольнения, відповедно, премьера, призначение нового премьера. Все удалось в предбаченном законе и Конституции Украины способ. Что будет дальше происходить? Будь-якие решения в Верховной Раде принимаются половиной от конституционного состава Верховной Ради. Тобто, 226 голосами. В данном случае, качество голоса членов БПП, перепрошу, оппозиционного блоку, Батьківщин, Народного фронта, будь-кого, вона однакова. И вона мает однаковую юридическую вагу. Поэтому, когда мы принимали решение про призначение извольнения посадовых осіб Верховной Рады или Кабмину сегодня, они все легитимны, потому что они набирали количество голосов больше за необходимую предбаченную Конституцию, больше половины от конституционного склада. Подождите, секундочку, просто для понимания. Ведь Верховная Рада голосует за законы. Любой хороший закон может поддержать любой депутат. Что касается правительства, это же коалиционное правительство. Это же не правительство народного доверия, которое предлагали некоторые политические силы, да? Соответственно, правительство коалиционное должно рассчитывать на поддержку своей коалиции. А получается, что приходится привлекать тех, с кем бы раньше, может быть, коалицию и не хотели бы делать. Мы никого не запрошивали, не вымогали голосовать. Это был осознанный выбор певних народных депутатов, которые голосовали в данном случае, так же, как с нашей фракцией и коллеги, которые входят в склады коалиции, но они не голосовали певные призначения. И это, напевно, есть засады демократичности, парламентаризм, которые сегодня используются в Украине. Такого раньше не было, даже дискуссии не предназначалось. Доси еще в регламенте, вообще, не регулирована норма Конституции, когда у нас кандидатуру премьера пропонует премьер-мінистр, потому что в чинном регламенте есть статья 205, которая регламентирует еще старую норму Конституции, когда премьер-мінистр вносит президент в Верховную Раду, и Верховная Рада только его рассматривает. Это та Конституция, которая была написана еще за Януковичем, и которой он использовал. Поэтому много неизвестностей еще существует, но не нужно делать из этого никакой сенсации. Все решения, которые голосованы, набрали необходимую большинство голосов. Что будет дальше происходить, побачимо, будет зависеть от уровня фаховости и способностей вообще работать в уряду, который мы сегодня назначили. Светлана. Мы говорим о количестве людей в коалиции. Мне кажется, что это очень политическая математика. И в зависимости от того, кто рахнет, мы будем получать сумму. Но мне кажется, что, очевидно, и в коалиции, и в опозиции, мы понимаем, что коалиция слабка, потому что мало голосов, и поэтому будет сложно двигаться вперед. Водночас, эта коалиция смогла достигнуть компромиссу, и уряд есть. Я вважаю, что это доброе для государства. В тот способ, в котором формировался этот уряд, я вважаю, что это плохое. И я ставлю незадовольную оценку именно потому, что это не дало мне возможности проголосовать и поддерживать уряд в тот способ, в котором он формировался. Из моей точки зрения, это, в целом, уряд компромиссу, если хотите. Во-первых, компромиссу по отношению к своей предыдущей обещанке коалиции. Мы хотели, мы хотели, мы хотели, мы хотели создать технократический уряд. Уряд, в котором бы премьер-міністр мог сформировать, запросить неполітичных представников, чтобы не произошел подъем посад за квотным принципом. Второй компромисс, это по отношению к процедуре, до механизмов, как было ухвалоно решение, адже я особо нараховала, принаймні, 5 порушений и Конституции, и регламенту, в какой способ проходили сегодняшние постанови и сегодняшние голосования. В том числе, до речи, что до порушения Конституции в контексте неперсонального голосования. Спикер Гройсман обращался с премьером Гройсманом, с порушением, на жаль, с порушением Конституции. И третий компромисс, який, я вважаю, цей уряд будет особливать собою, это, напевно, компромисс в контексте каких-то обязанностей перед суспільством. Потому что я вважаю, что суспільство заслуговывает на уряд мрії, заслуговывало. И в нас была эта возможность. Мы, на жаль, не смогли досягнути, не смогли використать. Но теперь, смотрите, что перед нами. Мы, понимаем, есть какая-то точка выходная. Пан Гройсман показал, что...